Здарова! С вами настольный сюр, а это среда, мои чуваки. И сегодня у нас топ настольных игр с жабами и лягушками. Если вы до сих пор ни черта не понимаете, что сейчас происходит, то немножко экскурс в историю. Дело в том, что в 2014 году была запущена вот эта картинка. И с тех пор каждую среду во многих пабликах, сообществах, телеграм-каналах и прочих объединениях народ кидает жаб и лягушек. И я решил поддержать эту добрую традицию и выпустить этот топ. Создавая сегодняшний топ, я обращал внимание не только на сам факт наличия жаб у хороших игр, но и то, насколько сильно жабы вплетены в сюжет, в повествование и в геймплей. Поехали! На десятом месте грядущая локализация Forest Shuffle. Небольшая карточная игра, которая может занимать много места. Ведь это игра про сбор сетов с необычной механикой размещения карт. Дело в том, что разыгрывая карты деревьев, вы открываете для себя четыре новых места под, собственно, выкладку карт. И это места сверху, снизу, слева и справа от карточки дерева. И вот карточки сверху олицетворяют собой животных, которые проживают на кроне дерева. Всевозможные белки, птицы и иже с ними. Слева и справа у нас обитают хищники и млекопитающие. Кабаны, олени, волки. А снизу всевозможные присмыкающиеся и насекомые. И вот как раз там и обитают наши сегодняшние герои. Лягушки, которые позволяют подкладывать себя и не занимать место внизу. То есть вы можете много лягух поселить под какой-нибудь ёлкой. Это очень неплохая и интересная игра, но лягухи там составляют лишь небольшую часть, потому только десятое место. На девятом месте игра, которая уже была в предзаказе, это Unmatched Adventures. Я уже рассказывал на канале про неё подробно. Если пропустили, смотрите по ссылочкам в описании. Это игра Boss Battler на механике классического Unmatched, где вы противостоите гигантскому мотыльку или инопланетной тарелке. Но у этих двух боссов есть свои помощники. И среди них есть гигантская лягушка, которая вам противостоит. И как раз таки из-за этого эта игра сегодня на девятом месте. Да, она опять-таки не сильно влияет на геймплей, но частый гость на столах и частый противник. Потому вы частенько будете видеть эту прыгающую тварь. Hello, my baby! Hello, my honey! Hello, my rag! I'm gal! На восьмом месте игра «Героям здесь не место». Это такой реверсивный данжен-краулер, где вы выступаете в роли всевозможных монстров. А ваши противники — это приключенцы-герои, которые лезут в ваше подземелье, и вы их прогоняете. Но при всём своём клёвом продакшене, красоте изображений и необычной теме игра довольно математичная. Но сегодня мы собрались и за жаб, потому что их там в количестве. Ведь это один из основных ингредиентов, с помощью которых мы и противостоим нашим героям противным. Плюс игра бы не была бы на восьмом месте, если бы это был просто ингредиент, который нам часто необходим. Иногда по сюжету жабы занимают более интересную позицию. Например, один из первых сценариев говорит, что ведьма превратила местного принца в жабу. Ну, классический такой сюжет из сказки. Но принцу настолько понравилось быть жабой, что он решил остаться в этой форме и даже взять в жёны себе местную жабоньку. И вот в этом сценарии, в одном из, мы участвуем в свадебной, так сказать, процессе и прогоняем опять-таки злобных героев. Короче, из-за вот этого сценария жабоньки здесь на восьмом месте. На седьмом месте игра, которая тоже есть на канале, это Хеллбой. Обожаю этого персонажа, читал и комиксы, и фильмы смотрел, и в игру даже играл, короче, Хеллбой, клёвый и в моём сердечке. А настольная игра — это такой кооперативный данжен-краулер, где вы вместе с Хеллбоем, Эйбом Сапиенсом и прочими персонажами БРПД сражаетесь с нацистами во главе со злобным Распутином. Но Распутину помогают всевозможные жабы и лягушки. Лягушки — это такой специальный каунтер, который продвигает трек неизбежности и предвосхищает апокалипсис. А среди обычных противников часто можно увидеть монстров-легушек, которые вам противостоят в качестве таких базовых противников. И вот если бы ещё у нас был бы босс-легуха, то Хеллбой бы улетел в первую пятёрку, точно. А ещё у нас здесь и Эйб Сапиенс присутствует. Короче, Хеллбой занимает своё заслуженное седьмое место. На шестом месте у нас игра с офигенным визуалом, офигенным нарративом и со средненькой боёвкой. Это Townsfolk Tassel. Игра, выполненная в стиле капхеда, да, в виде мультфильмов сороковых, и это великолепный стиль. Townsfolk Tassel, как и Unmatched сегодняшний, это босс-баттлер. То есть игра, где вы по большей части сражаетесь с монстром, ну, с каким-то одним большим боссом. И вот здесь, в отличие от предыдущих игр, есть босс-легушка. Большая лягушка-молочник. Причём она была каким-то маньяком, которая травила своё молоко и травила местный город. И вот теперь, когда шериф покинул город, лягушка вернулась, чтобы отомстить за своё изгнание. И лягушка как босс здесь представлена очень интересно. Да, необычная вариация, что она молочник. Я думаю, это отсылает, да, к легенде, притче о том, что когда лягушка попала в крынку с молоком, она билась лапками, сбила его до масла и смогла выбраться. Думаю, это вот как бы аллегория на вот эту притчу. И молочник здесь злобный, да, повторюсь. И он прыгает, кидается вас банками с молоком по игре. Или, например, он может подбежать к местному прудику и отравить его своим молоком. И все игроки, что находились рядом с этим водоёмом, получают урон. Короче говоря, очень тематичный, противный и забавный противник, который является ещё и боссом. Из-за этого Townsville Tassel здесь. На пятом месте у меня не то, чтобы настольная игра. У меня дополнение к настольной игре Everdell Жемчужный ручей. Многими любимая, одна из самых красивейших настольных игр, великолепный гейтвей, то есть игра для новичков, великолепная, моё первое евро, очень стильная, очень красивая, ну, местами, может, не очень балансная и местами, может, не очень справедливая, но всё же, опять-таки, повторюсь, многими любимая настольная игра. Но, как раз-таки, нас сегодня интересует первое дополнение, где мы найдём целый пруд, что примыкает к нашему игровому полю, и в который мы будем отправлять своих друзей-легушек. То есть, каждый игрок получит по своей лягушке, которую сможет отправлять в местное приключение Подводное Царство, где мы будем получать всевозможные полезные карточки. И вот из-за прекрасного визуала, из-за того, что каждый игрок получит свою собственную лягушку, Эверделл здесь. На четвёртом месте одна из самых моих любимых игр — это Зверь. Это игра, из-за которой я набил себе жабу на руку. И игра, где вы с помощью тайных перемещений в виде монстра, пытаетесь убежать от охотников за одного игрока и убить местных жителей, когда остальные игроки в роли охотников пытаются вас загнать. Очень стильная, очень красивая, очень адреналиновая игра, и поэтому я её обожаю. И, естественно, там есть гигантская жаба. Один из самых популярных, наверное, персонажей в качестве зверя, но он только один из шести. То есть это не ключевой зверь, не основной зверь, хоть и популярный. Но из-за того, что игра сама по себе очень крутая, из-за великолепного визуала, ну из-за того, что там есть жаба, я поставил её на четвёртое место. На третье место я поставил грядущую локализацию «Фамильяры семейной тайны», про которую я недавно рассказывал на канале. И это кооперативная приключенческая игра с большим количеством текста, нарративного повествования, где вы пытаетесь в качестве фамильяров противостоять местным злодеям. И это сюжетная, повторюсь, игра, где вы постепенно, постепенно раскрываете своих персонажей, где вы постепенно эволюционируете и постепенно узнаёте, что происходит в местном волшебном королевстве. Но ключевая для нас сегодня как бы фишечка, что один из главных героев это превращённый в лягушку разбойник. И я бы не ставил так игру высоко, если бы только просто один из игроков не был бы лягушонком. Дело в том, что в процессе повествования вы встречаете других лягушек. Там постепенно раскрывается наш персонаж. При этом это, наверное, самый колоритный, самый стёбный, самый весёлый персонаж всей игры. И за ним действительно интересно наблюдать. И постоянно хочется, чтобы он активировал точки интереса, потому что он не пропустит возможность кого-нибудь подстебать. И из-за его прекрасного прописанного характера я и поставил фамильяры на третье место. На втором месте у нас тяжёлая артиллерия. Это король кувшинок. И пусть вас не пугает ни название, ни внешний вид игры, на самом деле это очень интересная, прикольная игрушка, где есть только жабы и только лягушки и ничего более. Суть игры собирать вот такие карточки кувшинок, которые вы контролируете, если ваших лягушек больше, чем лягушек оппонента и жаб. И фишка игры самая ключевая в том, что когда вы контролируете конкретную территорию, да, конкретную кувшинку, она как бы не выдерживает такое количество лягух и жаб. И все начинают отпрыгивать в стороны. И фишка в том, что проигравший спасает своих лягушек раньше. И количество спасающихся лягушек ограничено. И последующий плюс игры заключается в том, что когда вы отпрыгиваете, вы, возможно, триггерите следующую кувшинку таким каскадным эффектом. И в какой-то момент вы можете заполучить сразу несколько карточек просто одним выставлением одной лягушки. То есть по итогу это довольно интересная, довольно умная игра про вот такой каскадный эффект и агрессивное взаимодействие, где все посвящено нашим сегодняшним персонажем. Поэтому второе место. А перед первым местом хочется упомянуть несколько настольных игр, которые сами по себе клевенькие, но из-за того, что жабы там занимают слишком мало места, слишком редко встречаются, я не добавил их в топ-10. Но рассказать про эти игры и напомнить о том, что там есть прекрасные жабоньки и лягушеньки стоит. А это маленькая детская игра Лес, Амазония, Ведьмин круг, Тайные лидеры, а также мною любимая Симила. А на первом месте у нас сегодня игра Космик Фрокс. Игра про гигантских космических лягушек, что прыгают по галактике и питаются самим мирозданием. Игра агрессивная, игра очень нестандартная и очень прикольная. При этом каждый из вас играет своей гигантской асимметричной лягушкой, у которой есть свои сильные и слабые стороны и есть свои какие-то уникальные способности. Вы, да, сражаетесь на конкретной территории какого-то космического объекта и пожираете биомы. Вы сжираете моря, горы, леса и так далее. При этом все это попадает в ваш пищевод. И вы должны в своем пищеводе специально переваривать эти биомы в специальной последовательности, чтобы заполучить из-за этого победные очки, выстраивая в своем желудке некую комбинацию. И игра, да, очень красочная, очень необычная, очень стильная, агрессивная и камбушная. Короче, максимально такая нестандартная и максимально жабья при всей своей космической тематике. К сожалению, в России не издавалась, а на Западе ее купить тоже не самая простая задача, но если сможете попробовать, крайне рекомендую. Очень зачетная игра. Ну что, чуваки, вот такая вот сегодня у меня подборочка игр с жабами и лягушками. Пишите, как вам? Какие игры я забыл? Какие игры вы бы поставили повыше, а какие пониже? Какая ваша самая любимая жабья настольная игра и насколько вам близок этот мем? А на сегодня я буду прощаться. Спасибо большое за просмотр, спасибо большое за ваши лайки, подписки, комментарии, спасибо большое, что поддерживаете меня на Бусти. И напоминаю, что на Бусти можно заказать ролик на заказ, как сделала Катя, моя подписчица, и заказала этот необычный топ. Мы долго его планировали и наконец-то я его снял. Спасибо огромное всем тем, кто меня поддерживает на Бусти и заказывает всякие прикольные штуки. И отдельная благодарность вот этому моему очень близкому теплому и ламповому болотцу, где мы любим поквакать. Короче, все, не скучайте, не болейте, играйте сами, играйте с нами. Ква-ква! data на «С comme» replicaare